Их дом в микрорайоне Верхняя Курья по улице Невская 6 сгорел еще прошлым летом. Люди остались без крыш над головой, без имущества. После длительных судебных тяж погорельцы получили долгожданные квадратные метры. А месяц назад банковские счета бывших жильцов сгоревшего дома по Невской арестовали. Причина – якобы накопившиеся долги за коммунальное благо перед теплоснабжающей организацией. У меня наложили арест на социальную карту, то есть счет в банке открыт, для того, чтобы поступало детское пособие. На детское пособие наложили арест. Долги взыскивают за период с 2011 по 2014 год. Но, по словам жильцов, на деле им никаких услуг не предоставляли и не могли предоставлять. Ведь в бараке, построенном в 1956 году, не было никаких благ цивилизации. В техническом паспорте даже написано, что у нас нет никаких коммуникаций. У нас была только печь. Все. Была печь и электричество. У нас была одна-единственная колонка, но буквально метров 15-20 от нас. То есть ей пользовались все. Также приезжали мыли машины. То есть общественная колонка была. Кроме того, в долги погорельцам приплюсовали еще и плату за ремонт и обслуживание дома. Хотя строение было признано непригодным для жилья еще в 2001 году. Это тоже крыша второго этажа. То есть люди ходили под этой крышей. Как только признали, что жилое помещение непригодным, плата за наем не берется. Против паспорта и вообще услуга по отоплению предоставляться не могла. Ну и кроме того, что они фактически уже проживали совершенно по другим адресам. По информации жителей, долги перед ресурсоснабжающей организацией накопила управляющая компания «Лидер», которая, между прочим, несколько лет назад объявила себя банкротом. Юрист предполагает, не исключено, что эти половики просто не разобрались в ситуации. Возможно, они подходят формально. По их данным дом существует. Раз дом существует, соответственно, почему бы не взыскать плату за некие коммунальные услуги. В этой запутанной ситуации уже разобрался Матавилихинский суд. Он встал на сторону жильцов. Никаких долгов за людьми нет. Екатерина Леонова, Степан Попеляев, Телевизионная служба новостей.